Почему я сейчас стою рядышком с вами? Задайте себе вопрос. Почему? Сейчас объясню, почему. Потому что я знаю английский язык. Если бы не английский язык, учитывая уровень моего заболевания, я бы уже был бы на том свете. Уж поверьте мне. Потому что только благодаря английскому языку, заглябластома, я живу достаточно долго. Скажем так, гораздо дольше, чем 95% россиян. По одной простой причине, я знаю, где лечился. Я, в принципе, вам это доказываю. Где вы можете лечиться? Зайдите, посмотрите на ютубе и все поймете. Вы, ребята, не думайте, что я только для себя все это делаю. Нет. Я делаю это для вас, уважаемые магнитогорцы, граждане России и территории Советского Союза. Потому что вы должны понять, как можно лечиться с любой формой онкологии. Сегодня и сейчас. Давайте определимся, кто говорит на русском языке. Во всем мире. Я, конечно, все прекрасно понимаю, что я бы русский выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Но по сути событий количество русскоязычного населения в мире это 3-5% населения. В 75% случаях люди говорят на английском языке. И это дело понимают. Может быть, не все понимают. Но тем не менее. Дальше идет китайский. Дальше идет испанский язык. Это главные языки мира. Почему я вам говорю, что это было бы хорошо? По одной простой причине. Как вы прекрасно понимаете, весь мир – это кладезь интернета. И если бы не интернет, то я бы ничего этого дела не нашел бы для себя в том числе. То есть, опять же, большее количество информации я черпаю не из русских источников. Понимаете, да? Именно поэтому я вам говорю, что с раком любой степени проще и грамотнее, и качественнее лечиться в Кубе. Идеальные условия, суперпрограмма. Ну, молодцы. Ну, молодцы. Ну, реально, они делают все хорошо. И даже на Кубе я беседовал с врачами на английском языке. То есть, когда мы говорим про онкологию, пункт номер один. Зайдите к любому врачу и спросите. Can you speak English? If I have an answer, yes, maybe it will be cool. If there is no, вот тогда будут проблемы. Потому что все нормальные медицинские термины, они сейчас только на английском языке. Вы меня понимаете? Ну, так ладно, это я про себя. Теперь про то, что бы мог бы делать ваш человек, если бы он знал не один, не два, а лучше три языка. И, естественно, он бы мог съездить и в другие страны, и там бы поработать. По одной простой причине. Россия шикарная страна. С отличными возможностями. Надо только дать этому государству возможность включить мозги, естественно. Так вот. И почему я говорю все это рядышком с центром Реноме? Потому что этот центр, он вам дает возможность выучить английский язык. Причем я пообщался с преподавателем английского языка и определюсь. Да, это, пожалуй, один из лучших вариантов обучения английского языка в городе Магнитогорске. Вчерашний вечер был странен. Я объяснял брату, для чего мне нужен английский. Теперь вы знаете. Да, хочется говорить на русском, но поверьте, время-то не то, совсем не то. Никто не будет учить язык, потому что никто не хочет замерзать. Да, дорогие мои, 95% населения Земли живут в тропиках и на экваторе. Оттуда жизнь пошла, и вряд ли она вернется в морозы. Вряд ли. А теперь, посмотрев на глобус. На юг Америки, естественно, там малость Чили и чуть-чуть Аргентины. Вот и все. Все остальное население живет в других местах. И бесконечными шабашками их в мороз не загонишь. Но и вопрос другой. Их знания и ваши умения. А вот для этого подавай международные языки. К сожалению, с аспиранта дело-то и закончилось. Мне это нравилось. Но, по сути, не говоря нормально по-английски, работать правильно не придется. В любом месте земного шара. Но лучшая часть знают этот язык. Кто вас будет учить? И в центре РНМ такой учитель есть. 15 лет зарубежной практики. Да в то-то время он и не говорил на русском. Он обучал граждан других стран и обучал их круто. И вот теперь Магнитогорск. То же самое место. Ре-но-ме. По сути, здесь вы можете получить дополнительное образование. А теперь будет серьезней вообще. У меня есть сын. Вы это знаете. Я задал вопрос в дебре интернета. Какие школы России выдают на гора лучших специалистов? Итак, 40% это Москва, 25% это Санкт-Петербург, 15% это Екатеринбург. Оставшиеся 20% разбросаны по России. Что касается школ. В сотне лучших только один магнитогорский лицей. Нормально? Я считаю, что нет. Выход. Дополнительные уроки. И с дополнительными уроками гораздо проще сдать ЕГЭ. И поступить куда нужно. Если вы поступите правильно, то ваш семейный бюджет не лопнет. Уж поверьте мне. Теперь вопрос где. Школ иностранных много. Но школа дополнительного образования есть. И она в Орженихидзовском районе и в Ленинском. На проспекте Ленина, 131 и на Октябрьское, 15. Два естественного центра. И они также называются Ре-но-ме. Теперь цена вопроса. И это не цена года обучения в платном университете. Не цена. Уж поверьте мне. В свое время была такая штука. Экзамены. Я, естественно, поступил в институт. В Магнитогорский горно-металлургический институт. Вот. И получил хорошие и качественные знания. По одной простой причине. Люди, с которыми я общался, были идеальны. По отношению к нам. То есть это были лучшие специалисты. Сегодня, сейчас вы экзамены не сдаете. Сегодня, сейчас все это дело совместили. И в результате вы сдаете ЕГЭ. Что такое ЕГЭ? ЕГЭ это просто, ну, тесты. Причем эти тесты, возможно, и не связаны с тем, что вы обучались. То есть, когда вы приходите на ЕГЭ, вам даются вот эти самые тесты. И вы пытаетесь что-то там определиться со своими знаниями. Не все это получается. Понимаете? У кого-то человек думает прямо, но не криво. А тут и криво, и прямо, и все остальное. Вот. Для того, чтобы вам это было хорошо и понятно. То есть, есть такая штука. В центре Реноме. Вот мы во второе подразделение приехали. На Октябрьскую 15. То есть, вы приходите сюда и записываетесь. И чем раньше вы это будете делать, тем это будет лучше для вас. По одной простой причине. Эти тесты вы будете сдавать постоянно. В школе этого не будет. Поверьте мне. Лучше прийти сюда. Тем более, ну, если вы знаете, что какие-то проблемы возникают. Теперь вопрос другой. То есть, это уже необходимо вам беседовать с вашим чадом. Или дочкой, без разницы. Кем. То есть, давайте определимся. Что вы вообще хотите. То есть, такое же может случиться, что вы не попадете туда, где круто. Или попадете туда, где круто, но будете на коммерческой основе. Попадете туда, где круто и будет на коммерческой основе. Есть еще маленький нюанс. То есть, вас в общагу не устроят. То есть, вы будете снимать квартиру. А если это где-то чуть-чуть дальше, чем Магнитогорск. Вот и думайте сами. То есть, по сути событий. 300 тысяч каждый год. Так, простите. За три года обучения вам папа просто купит однокомнатную квартиру. Ребятки, думайте тоже. Почему не Магнитогорск? Потому что, вы видите, кто я такой, да? Ну, обыкновенный человек. Конечно, я имею камеру и все остальное. Но, тем не менее, почему вы не сможете сделать еще и круче, чем я? Почему?